всем привет сегодня поговорим о таком типе накладок как гибриды если вы уже смотрели ролик про тензорные накладки и про липучки а вам станет намного проще понять что такое гибриды про тензорные накладки и про липучки будет ссылочка либо здесь либо в описании так вспомним что является главным отличием тензорной накладки это растянутый топшит и быстрая катапультирующая губка а что является отличительной особенностью липучки это вязкий толстый жесткий топшит и как правило тоже жесткая губка идем дальше что является самым основным преимуществом тензорной накладки это когда накладку усиливает ваши действия усиливает отскок усиливает усиливает вращение за счет как раз вот этого поверхностного натяжения топшита вот я не знаю будет как-то там на свет видно что у этой накладки раз сильно растянутый топшит вот что является главным преимуществом липучки это сильное вращение и слабая реакция на приходящее вращение исходя из этого уже можно делать некоторые предположения что такое гибрид разные компании исходя из этих свойств получают разные гибриды я играл несколькими но сейчас конкретно разберем на примере big dipper 1 вот компании инхе то есть у гибрида вязкий тип резины как у липучки то есть есть небольшая поверхностная липкость хотя бы и я ее правильнее назвал бы вязкость потому что мяч не липнет но чувствуется что он немного увязает в этой резине далее топшит у топшит у гибрида не такой толстый и не такой жесткий как у липучки то есть при том же типе резины как у липучки этот топшит более тонкий и сильно натянутый это как раз дает тот самый тензорный эффект мяч как бы катапультирует мяч как бы катапультируется с нее и третий элемент гибриды это достаточно плотная но уже живая по сравнению с классическими липучками губка что касается конкретно big dipper а да на самом деле я предполагаю как правило такой живой характер губки достигается бустером который производитель которым производитель обкатывает накладки на заводе то есть получается все то что делали половина пользователей липучки самостоятельно быстрее накладки уже сделал производитель вот так появился отдельный класс накладок который уже нельзя назвать не липучкой не тензором это вот как раз что-то посередине имеет свое чувство имеет свой характер является золотой середины как раз для тех игроков которые хотели перейти с тензор на липучку но не могут ее понять вот гибрид будет для вас отличным выбором так какие у гибриды есть преимущества у гибриды не отличный но есть уже хоть какой-то плоский удар то есть накладка более быстро накладка с ощутимой катапультой соответственно с плоского удара от нее тоже летит но поскольку тип резины все же вязки не так быстро как от тензоров далее по вращению по вращению гибриды явно выигрывают у тензоров но опять же немного не дотягивают до классических липучек реакции на приходящее вращение гибриды не могут похвастаться такой низкой реакции на приходящее вращение как липучки но ощутимо меньше чувствует приходящее вращение чем тензоры в короткой игре гибрид тоже проигрывает липучки но выигрывают у тензора и находится где-то посередине потому что с одной стороны есть сильный поверхностный зацеп который позволяет придавать сильное вращение очень коротким движением но уже при этом присутствует так называемый тензорный эффект которые не так конечно как в тензорах но но добавляет скорости и немного плюется по долговечности здесь гибрида здесь гибрид опять же немного проигрывает липучкам но существенно выигрывает у тензоров долговечностью гибридов как правило существенно выше чем у тензоров вот такой вот необычный класс накладок подробнее я расскажу о гибридах когда буду делать обзор на накладку big deeper в жесткости 38 градусов так как именно в жесткости 38 градусов именно в этой жесткости эта накладка находится именно посередине вот этих миров липучек и тензоров так что если вам будет интересен подобный обзор напишите об этом в комментариях чтобы я побыстрее его сделал и перейдем к самому главному кому все же подойдут гибриды и кому они нужны гибридами играют как правило те спортсмены у которых игра построена на вращении но при этом со смены мяча на пластиковые поскольку возросла потребность в скорости помимо вращения важным составляющим является еще и скорость так вот для таких игроков гибрид это золотая середина между вращением и скоростью что касается техники то технику игру теми же топ спинами я бы назвал тоже промежуточный то есть это уже не такая техника как на липучках но она все же отличается от техники игры тензорными накладками то есть это вот тоже такой промежуточный вариант так что если вы так что если ваша игра построена на вращении у вас хороший топ свин справа и вы хотите увеличить колик вы играете тензорами и хотите увеличить количество вращений в своих топ спинах то гибрид для вас хороший выбор а если вы играли липучками у вас хороший топспин справа но при этом вам не хватает динамики не хватает плоских ударов то опять же есть смысл а попробовать гибриды и возможно на них перейти вот такой получился обзор если информация была для вас актуальны то ставьте лайк напишите в комментариях раскрыл ли я тему гибридов для вас ну и увидимся в новых роликах пока а